За что вас арестовали? Ни за что. Я понимаю вас, понимаете. Видите, когда говоришь ни за что, это никого не устраивает. Люди любят сюжет. Люди, по возможности, любят детективный сюжет. Чем острее, детективнее, тем интереснее. Когда меня реабилитировали, то было написано, что за отсутствием состава преступления. Вот поэтому я и говорю, ни за что. А формально за шпионаж в пользу Америки. Вот меня, 22-летнего молодого человека, который никогда в жизни не был нигде, кроме Ленинграда и Москвы. Вот меня обвинили так. КОНЕЦ 11 августа приехали в Магадан, и в Магадане уже распределили, кто куда. Магадан-ТНКВД подчинен. Туда нас повелят рассказать, что мы будем чем заниматься. О секретности, что знаете, что золото. Держите себя, что не распространяйтесь. Целую такую вроде жизненную инструкцию нам дали. И все. Были ли вы работниками НКВД? Нет. Мы же вот еще только-только заступали, значит. А уж в это время, когда нас туда направили, видите, через два года мне даже звание присвоили. Прямо капитана я получил звание. А уж когда до 54-го года вырос до подполковника. Хорошая у меня рабочая сила была. Были рабочие, были и колхозники. Но программу старались обеспечить обязательно. Спичьи составы, иначе золота не дашь, раз не хватает рабочей силы. Катя Григорьевич, а как же это понять? Если нужно было больше людей, всегда были, что, ресурсы заключенных? Конечно. Ну, смотри, Кат, поставляли все время. Ну, а как же это можно было все время, бесконечно поставлять? Ну, бесконечно судили. Вы же сейчас историю-то видите, что делалось в 1935-1936 годах, когда начали, значит, сажать кулаков. Кулаков-то, что все были под маркой кулаков-то. Четыре же миллиона крестьянства было осуждено. Четыре миллиона за 30-е, 35-е годы. Надо их куда-то было разместить. А помимо этого, сколько, значит, под маркой вредительства? На шахтах, на заводах арестовывали, все присылали. Веде распределяли, да? То есть, когда вы говорили, что вам нужны люди, вам отказов у людей не было? Ну, бывают, бывают, были моменты, что отказаешь, нет, давай выходи из положения сам как-то. Ну, не всегда же ведь, тем более на Колыме-то зимой, то ничем их не привезешь. А зиму-то целую, все, никакой же связи не было с миром. Заключенные, как черт от Ладана, бежали от возможности попасть в этап на Приска. Делали, ну, нечеловеческие усилия, скажем, вплоть до того, что вот этап уже готов, грузят на машину, понимаете. И при мне заключенный один, отпрашивается у конвойного в туалет, в уборную. И он бежит в эту деревянную, сколоченную уборную и прыгает туда с головой во всю эту мразь. Для чего? Для того, что его уже не будут грузить, пока он не отмоется и все прочее. Машины уходили, его дело выкидывалось, так сказать, из портфеля конвойного. И он какое-то время опять оставался здесь. Он выиграл себе там месяц, два месяца, год, я не знаю, до следующего этапа, понимаете. Насколько люди боялись вот этой тайги, боялись Присков. И в один из таких этапов я загремел, как говорят. Вывезли нас на машинах ночью по трассе Ковымской и привезли нас в Ильген. Ехали мы двое или трое суток. И вот так легли мы, сиротливые, холодные, голодные, легли мы на эти нары. А нары были холодные, на них иней лежал. И когда мы проснулись после ночи, одну женщину оставили топить вот эту бочку, печку. Потому что иначе мы бы замерзли все. Но однако же, несмотря на то, что печка, бочка горела, и около нее было жарко, а барак был длинный и большой, и до конца, конечно, тепла это не доходило, у меня, например, волосы примерзли к стенке. И когда я хотела подняться, это было совершенно невозможно. Потому что они прямо кучей примерзли к стенке. Ну, а ножниц, ножей у нас не было. Нам ничего не разрешалось иметь. Никакого острия, никаких ножниц, ничего. И вот с трудом, прямо по клочьям волос я обрывала с льдинами от этой стены. Только воспоминания надеждами нам оставалось жить. Только. Работа непосильная была. У всех непосильная работа. Во-первых, по количеству часов. Во-вторых, потому что люди, во-первых, и не приспособлены были. Но какой из меня лесоповальщик? Вы себе представляете, я, врач, худенькая, 27 лет, и меня посылает на лесоповальщик. И меня посылает на лесоповальщик. Этапом нас, значит, выводили на работу. Эта группа женщин, которая была одета вот в эту совершенно несоразмерной размером одежду, страшная, представляла нечеловеческий облик. Это можно было сказать, что это идут медведи. Все, что угодно, но только не люди. Потому что лиц не было видно. Мы закрывались от жгучего мороза, оставались только глаза. И на ресницах замерзало от нашего дыхания, замерзали капельки льда. И так нас под ружьем с собаками приводили в лес. Шли мы довольно долго. Это было довольно далеко, много километров. Там нам показывали делянку, которую мы должны были обрабатывать. А в чем заключалась наша работа? На пары мы делились. И паре давалось топор и пила. И мы должны были пилить вот эти громадные, едва обозримые сосны. И было такое тяжелое состояние, что однажды я никогда не плакала. Я не плакала. Даже тогда, когда арестовали меня первый раз, я не плакала. Я думала, что завтра, послезавтра я выйду. А здесь, когда нужно было сдать вот этот штабель из этих толстых бревен, которые мы ставили на папа и перекидывали для того, чтобы их собрать в кучу. И когда эта куча моя, штабель, развалился со звоном, я невольно заплакала. Потому что это было уже выше человеческих сил. А я была худенькая, маленькая. Мне не под силу, конечно, была эта работа. Но надо было делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!